Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. Сегодня мы отправились гулять в парк. Здесь гуляют, видите, олени. Прям можно их с рук кормить, но эти молодые, наверное, не дадутся. А взрослые куда-то ушли. Так что сегодня я вам покажу наш парк. Он находится буквально в 15 километрах от нашего дома. Не так далеко. И очень-очень красиво. Здесь дикие кабаны. Попробую вам шмот. Чавкают маленькие. Это маленькие, а есть еще очень большие. Вон совсем крошки. Какой-то грязной лужи были. Вон, там малыши совсем. Вот так вот эти олени прямо из рук готовы кушать. Можно покормить. Вообще прелесть. Сережа сейчас кормит. Гладить не дают. Только кушать. Не нравится, а пожрать-то мы не можем. Смотрите, какой красивый идет. Тоже хочет, чтобы его кормили. Серебристый фазан. И вот такие маленькие есть курочки. Смотрите, аккуратные, такие красивые. И петушок. Тоже такой пестрый, красивый. Нет, хороший петушок. Вот здесь есть еще такие хрюши. А эти большие, я думал, тут маленькие. Нет, у нее маленькие синяки. Ой, ой. Растревожились. Все вот эти олени просят кушать. Здесь на самом деле по всему лесу он очень большой. Ходят олени и просят кушать. А вот здесь такие козочки. Смотрите. Милые маленькие. Вот маленькие. Их почему-то мало кормят. Поэтому они едят с еще большим удовольствием, чем олени. А там есть еще страусы. И вообще сюда можно, видите, заходить. Детки все зашли козочками. Видите? Все их кормят. Вот такие еще есть в вольере. Страусы. И корм у них какой-то уникальный. По-моему, всем животным нравится этот корм. И даже страусам. Вот еще малыши какие, смотрите. Ой, хорошенькие такие. Маленькие. Кушают малыши. Вот такой красавец. Такая каруселька для детей здесь. У входа в сам парк. Есть такой интересный аттракцион для детей. По-старше уже кидаете монетку. Здесь все, по-моему, евро стоит. Этот аттракцион тоже не исключение. И можно с помощью вот этих рычагов двигать ковш эскалатора. И копать щебенку. Садись. Еще вам покажу. Здесь возле парка находится самая большая детская площадка в округе. Здесь очень много различных комплексов, по которым можно лазить. Всевозможные горки. Вон Вилечку, видите, катают, качают. Даже не знаю, как это назвать. Различные вот такие сетки, на которых можно качаться. Всевозможные машинки, горки. Просто зеленые такие холмики, по которым можно ползать. Трубы, в которые можно заползать. Здесь же рядом, за вольером, пасутся козочки, олени. Очень красиво. И вот такая вот установка для воды интересная есть. Тоже деткам всегда интересно. Я здесь второй раз уже. И детки всегда здесь с удовольствием играют. Если Тюрингина смотрит это видео, то я приглашаю вас всей семьей приехать к нам и съездить в этот парк. Думаю, деткам понравится. И вид очень красивый отсюда. Уже прохладно, но я думаю, если потеплее одеться, то можно и до глубокой осени гулять. Стоимость входа. Здесь взрослый билет стоит 5,50. 5 евро 50. Вот там Мослик, посмотрите. Детский, честно говоря, не помню, потому что до трех лет деткам бесплатно. Стоимость фамилия карты. Это если два взрослых и один ребенок старше трех лет, 16 евро. И на сайте мы видели такую информацию, что годовой абонемент можно купить за 16, ой, за 26, по-моему, или 25 евро. Мы хотим уточнить, действительно ли это так. И если что, наверное, купим, потому что от нас эта площадка недалеко. Ребенку можно гулять. На выходные взяли, поехали хоть на весь день. Здесь есть столики, где можно покушать. Есть детские аттракционы различные. Есть туалет с пеленальным столиком. Если что, кто с маленькими детками едет. В общем, все, что необходимо. О, ослик такой. Смотрите, какой красивый. Вообще, мне очень нравится то, что у немцев нет такой четкой границы между людьми и животными, как, допустим, у нас в России. Я имею в виду, что почти в каждом городе, пусть даже небольшом, есть парк, в котором будут уточки, лебеди. Есть вот много зоопарков. Конечно, у нас в России тоже есть зоопарки, но, по крайней мере, у нас, где жили мы в Омске, я не слышала такого, чтобы можно было зайти в вольер, например, коленем и покормить их. То есть, все равно более какая-то четкая граница между людьми и животными у нас в России по сравнению с Германией. Это здорово. И возможность деткам наблюдать вот эту всю красоту, бережно относиться к природе, все это, мне кажется, просто замечательно. Посмотрите. Вот они совсем близко все пасутся и кушают травку, большие и маленькие.